Доброе-доброе утро, друзья! Проснулась, хотела в окно посмотреть. Вот здесь вообще сугроб, а здесь ничего не видно. А окна плачут. Сейчас посмотрим, что на улице творится. Ну, сугроб. Вчера сугроба этого не было. Вчера мой дякульт всё убрал. А сегодня посмотрите, что творится. Пойдём посмотрим, что там творится. Посмотрим. Вообще тоже через окно ничего не видно. Но я-то вижу, что буря метёт страшные. Ох, как метёт, метёт, метёт. Заметает. Аптечки прилетели. Птички завтракать хотят. Сейчас придём и вас накормим. Утро наступило. Все хотят завтракать. А там ничего в них нету. Нужно обязательно посыпать им семечек. А снег такой мокрый. Такой тяжёлый. Вот. Нужно его убирать. А вчера ещё и лёд накапал. Я не знаю. Вот этот снег, он найдёт любую щелочку. Вот у нас крыльцо. Вот любую дырочку он найдёт. Вот, в любом случае, естественно, он сюда попадёт. Хорошо, что ещё домой не попадает. Тешёлый такой. Идём дальше убираться. Вот, друзья, первые препятствия сразу. Вот, идём дальше на улицу. Чистится. Телефон уже сам. Нажимаем. Вот, идём здесь идёт. Все просто. Идём сегодня. Вчера было ноль вечером. Я всем говорила, что, ой, теплотой. Ой, значит, мы скоро. У нас будет тепло. И вот оно на сегодня тепло. И, на сегодня, простыность. Тепло нам и дало сегодня. Вот, пойдём все дороги чистить все пути. Магазин вообще не попадёт. Вот с этой стороны вообще не пройдёшь ни в сапогах, ни в чём. Вот, мой муж ушёл туда в крайний дом. Он там должен цифру за газ списать за счётчик. Этот дом его сестры, вот самый крайний. Как он туда прожил, я не представляю. Вообще не представляю. Вчера он туда шлопил. Дверь не мог открыть. Брал лопату. И сегодня, наверное, опять с лопатой. Я думаю, что в первую очередь там, решил он там открыть дверь. Иначе там задует, он опять не откроет. А ему нужно там за газом смотреть. Сестра живёт в Казани. А зато он должен наблюдать. Вот так, друзья. Что творится? Что творится? Смотрите, что творит. Ветрище. Дом наш весь задуло. Окна опять все задуло. Сейчас будем всё чистить. Сейчас в первую очередь вот дверь входную надо почистить. Убрать тут всё. Крыльчки я уже подняла, я же говорила. Крыльчки я подняла. А во дворе подвести в сарай курицу, чтобы попасть. А заднюю дверь, чтобы птичек накормить. Ой, прям перешагнула. Сейчас пойду лопаткой, возьму эту дверь, сгопаю. В сарай это ещё не так не замело. Сарай хорошо не замело. Здесь ничего не было. Здесь опять сугроб образовался. Ой, хорошо, что ещё к птичкам можно попасть. А птички уже чик-чирик, чик-чирик. Они уже ждут. Ну что там, чик-чирик, чик-чирик. Я же слышу, я же слышу этот чик-чирик. Вот. Сейчас и к вам попадём. Вот здесь мы всегда птичек кормим. Они здесь на этой яблонке сидят. Вот там чик-чирик. Ну да, птички, скоро весна, я думаю. Будет нам всем весна красна. Ой, что творится? Всё задуло кругом, забросало. Не знаю, когда метель перестанет. Ой, посмотрим. Ну ладно, ничего. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Сейчас в лесу птичкам. В панночки положила семечек. Вложила немало. Потому что они сорят на ночь. Пусть немного прилетят. Не так даже показать, но... Это нам семечки не положили. Поедят, лучше ещё добавить. Они потому что, посмотрите, что-то выйдет на пол с семечками. Вот. А семечки не очень любят. Поэтому давайте я вложу. Прилетайте. Вот. Идёт моя ключ. Весь пропирается. Сходил туда. Сапоги пошибите. Прямо по сугробу. Нет тропинок. Нету. Как гулять в деревне выходить. Видите, погуляйте с палками. Куда? Интересно. Пойдём и сделаем. Вот до нашей тропинки, до гаража. Весь наш теперь путь. Ну ладно. Хорошо, что сходил. Слава Богу. Сходили мы, всё почистили, пришли домой и снова чайок. Чайок с метком. Это у нас ланч. Это у нас ланч. Мой муж говорит. Вот. Сидим, чаёвничаем. Всё прибрали, снег убрали, а он метёт и метёт. Вот. Вот какой меток вкусненький, да? Вкусненький. Меток вкусненький, натуральный. Вот сейчас позавтракаем второй раз. Ланч. И будем обед готовить. Приготовим обед. Вот такая наша жизнь в селе пенсионеров. Поработали, отдохнули и снова пойдём поработаем. Снова сейчас всё заметёт. И снова пойдём работать. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Ещё раз. Муж мой попил чаю. Мы с ним оба попили. Я ещё сижу с мармеладками. И вот решил с вами немножко побеседовать. Ну, о чём я хочу с вами побеседовать? Рассказать уж просто, как мы живём в деревне. Так-то бы всё хорошо, конечно. Пенсию нам приносят. Одно на почтальон, другому на карточку. Вроде денег хватает. Но на проживание хватает. Я не говорю, что нам на постройки на разных хватает. Но зима, конечно, деревья очень тяжёлая. Выходить за продуктами мы практически не можем. Очень редко выезжаем. Дороги всё время задутые. И мне приходится всё обдумывать, писать список, чтобы не ошибиться, чтобы всё у меня было каждый день. Как в магазине. Закончилась у меня пищевая сутка. Я пошла в веранду, принесла. И это обязательно, если я что-то свободу, значит, будет не очень хорошо мне. Вот уже прошла неделя. Немножко у меня ещё дыхание всё равно не такое. После болезни. Прошла уже неделя. И мы сидим, пока ещё никуда выехать не можем. Хорошо, что мы запаслись батонами. А мой муж на завтрак ест только батоны. Вот я пеку хлеб, а ему не очень нравится. Ну, что я с ним сделаю? Ну, сегодня последний батончик я вынула из морозильной камеры. Первый батон, я два. Не ложу морозильной камеры. Остальные, сколько я купила, ложу. Получается, мы купили четыре батона на неделю. На двоих. Я ем очень мало батонов. Ну, тут и кошкам тоже хватает. В общем, всем на четверых получается. Вот сегодня батончик. Сейчас я принесла из морозильной камеры. И сейчас я его поставлю в духовку на 10 минут. Будет снова светлый хлеб. Но муж сказал, что-то батон сегодня жёсткий. Ну, ладно. Значит, завтра будем печь хлеб. Сегодня снова всё дует, снова метёт. Это хлеб ещё ничего. А то, что водороднеть, это плохо. Почему плохо? Если вот сучи с нашей деревни пожар. Спаси сохрани, конечно. Конечно, но на моей жизни это было. То ни одна техника вообще не подъедет. Просто к дому не подъедет. Никто дороги вообще не чистит. Никто. Где-то, наверное, за зиму, раз и два было, трактор проходил. А вообще люди как могут, так и выбираются. Я говорю, если только пожар, не дай бог, то сразу дом сгорит. Никто ничего не поможет. Это вот самое главное, чтобы этого не случилось. Очень так же плохо, если человек заболеет. Скоро помощь тоже не подъедет. Нет никакого подъезда к домам вообще. Почему в деревне так зимой тяжело пенсионерам? Погулять выйти тоже некуда. Если сейчас выйти погулять, то только по сугробам. Вот мы ходим, во дворе я хожу. И чуть-чуть, немножко, метр где-то 20-30 до своего гаража. Там, где мы тропки делаем. Всё, прогулка в этом году у меня не состоялась никак. Просто пройти нигде невозможно. Мусорные машины тоже не приезжают уже месяц. За мусор мы деньги платим, а мусорные машины месяц уже не видим. Дорог нету, ничего не продуманное. Мусор нужно около дома ставить. Вот интересно тоже этой компании, как думают, как они будут собирать зимой мусор. Ничто не продумано абсолютно. Приходит нам платёжка, за месяц платить за мусор, а я ещё ни разу его не отправила. Ну ладно, это тоже не беда. Деньги мы не первый раз просто так платим. Обидно, конечно. Обиднее всего, конечно, если, не дай бог, что случится у кого-то ночью. Вот. Очень тяжело. Даже и днём. Лично я видела, как был пожар, и трактор не мог подъехать. Машина пожарная, не мог ли подъехать. Трактор сразу не почистить так быстро. Ещё и трактор найти надо. Прежде чем подъехать дома, нужно трактор сначала найти. Вот так, друзья. Мы не будем печальны. Будем думать всё-таки, что зима впереди. Немного осталось зимы впереди. И впереди нас ждёт весна. Я думаю, что ещё 10 дней там примерно. Чуть поменьше у нас остаётся зимы. Весна, конечно, сразу. У нас тоже, как говорит, снег не растает. Долго ещё не будет целый месяц. Но всё равно этот март месяц, что придёт, мы будем ждать, что дороги скоро будут. Я не знаю. Мы ещё, конечно, сможем недельку поживём. Ну, какие у нас хватит на эту недельку. Но через недельку нам нужно обязательно выехать. Потому что продукты имеют такую возможность заканчиваться. Вот. Буду писать список в этот раз. Побольше покупать. А что побольше покупать? Ну, вроде покупаем мы. На 6 тысяч я накупила продуктов. Ну, что там входит? Ничего такого особенного нет. Молочные продукты, крупы, масса растительная, масса сливочная, мясо. Ну, вот. Разные принадлежности там. Для кухни что-то, мыло. И 6 тысяч. Значит, ещё 6 тысяч в этом месяце нужно нам потратить на продукты. В общем, так пенсионеры живут зимой в деревне. Летом немножко получше. Там что-то в огороде поспеет своё. И ягодки, морковка. А в том году такой бы год сухой, что и морковка-то делом не выросла. Но сколько выросла, нам пока ещё хватает. Вот, друзья, я с вами побеседовала, рассказала вам, как нам всё-таки в деревне, пенсионерам, тяжеловато живётся. Спасибо, что вы меня посмотрели. А я сейчас буду свой батончик разогревать. Вот. Буду к обеду готовиться, разогревать батончик. Нужно смотреть фигурные катания. Там сейчас идут показательные выступления. Я тоже очень люблю. Открываю сейчас дверь, сам там сидит, смотрит. Иногда буду подходить тоже смотреть. И также хочу сегодня посеять петунью. А буду сеять петунью, и я вам обязательно, обязательно это покажу. Очень люблю сеять петунью. Очень люблю, как из этого маленького растения вылезает, целый, целый кустик потом вырастает. Всем хорошее настроение. Самое главное, конечно, не грустить, не поддаваться унынию. Это большой грех поддаваться унынию. Надеемся на лучшее, что все будет хорошо, чтобы никто не заболеет, нам не понадобится скорая помощь, нам не понадобится пожарная машина, мы выстоим. Это точно. Снег мы уберем. Служим вдвоем. Сегодня вдвоем убирали. Так же всем пока.